всем привет вы на канале королевство игрушек с вами я наташа сегодняшнее видео будет о том почему я предпочитаю вязать из плюшевой пряжи на самом деле это так иногда я вяжу из обычной пряжи игрушки но более больше всего я вяжу из плюшевой пряжи также сегодня покажу вам свои новые игрушки сама придумала мк из головы то есть быстренько все записала быстренько связала и в принципе игрушки все простейшие простые они вяжутся по одному принципу и ничего сложного чтобы придумать там что-то из головы нет во всяком случае для меня раньше когда я начинала вязать я смотрела мк училась где-то видео смотрела где-то схемы смотрела слушала что рассказывают вязальщицы и т.д. и т.п. некоторые конечно уже вышли на там суперский уровень вяжут там супер сложные техники какие-то игрушки но я предпочитаю вязать простейшие ну не совсем простейшие но простенькие игрушечки можно конечно что-то сложное попробовать связать но это так мучительно и в принципе ребенку нужно чтобы она была мягкая миленькая и яркая это мое личное мнение у всех она свое у меня вот такое и так почему я предпочитаю вязать из плюшевой пряжи у плюшевой пряжи есть для меня очень много плюсов то есть она очень толстая и вяжется из нее игрушка очень быстро ну то есть не нужно затрачивать много времени еще огромный плюс она тактильно приятная очень приятная то есть она очень мягкая и и вот мять мять и мять и мять если мне взрослому человеку ее очень приятно жамкать то ребенку тем более ее очень приятно на ощупь трогать и нам безумно вот мягкие игрушки получаются также много всяких ярких цветов ну прям ну вот такая вот классная мне нравится я в основном вижу из ализе софти бэби ализе софти бэби плюс и и гнат дольче это вот три вида еще я пробовала какую-то я не помню уже название она как и гнат дольче только тоньше она мне абсолютно не понравилась я и больше не покупаю там где-то на в остатках валяется и вот ну не нравится она мне и самой моей любимой и пряжа является это ализе софти бэби плюс она между ализе софти бэби и между и гнат дольче получается нить у нее вот посередине по толщине из и гнат дольче тоже конечно мне нравится но когда сшиваешь детальки пришивать нужно абсолютно другой ниточкой она вся сыпется она все вылазит там надо мучиться приноравливаться и вот такое вот ну люблю я вязать больше все равно из ализе софти бэби плюс вот так какие у нее наверно минусы есть даже не скажу вот для меня она из ализе софти бэби вязать это у нее минус получается там очень плохо видно петли мне сейчас уже видно раньше когда я начинала мне их не было видно абсолютно я мучилась 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 теперь я поняла как это делать то есть уже даже на ощупь это делаешь иногда ты просто смотришь и видишь но всегда считаешь считая 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 считаешь если где-то не довязала там чтобы не распускать все это я прибавляю в другом рядочке там если одну петельку пропустила две это не страшно а в другом получается а по лизе софти бэби плюс я конечно же вижу петли да вот так и так покажу я вам свою игрушку новую этого такой вот зайчонок связала его из голубенькой пряжи выдумала мкс головы то есть там прибавки убавки по спирали все очень просто взяла я цвет голубой и взяла беленький он получился у меня без учета ушек 25 сантиметров ну вот прям мягенький плюшевый если сильно не набивать то они будут прям мягкие плюшевые если их набить сильно то получаются на ощупь неприятные то есть твердые а эти прям такие мягенькие игрушки вот этот вот зайчишка я вязала тело и голову вместе ручки ножки и ушки отдельно вышивала ему ротик бровки носик пришивала хвостик также делала вот так он выглядит сзади вот такой вот милаха получился глазки вставные на безопасном креплении с окантовкой такой серебристой внизу внутри черный бел белок да и серебристая такая каемочка сделаю ему улыбочку раньше вязала свои игрушки без рта и многие мне говорили им нужен рот им нужен рот вяжи рот вяжи рот я отникилась отникилась сейчас думаю ну да так гораздо интереснее симпатичнее смотрится вот стала делать им улыбочки не а вот делать улыбочки причем улыбки я люблю чтобы они были сбоку такая как задорная ухмылка что ли ну вот так вот такой вот зайчишка мне получился еще ему связала шарфик и вот такой вот козырёчек от солнца спасал чтобы вяжется очень просто игрушка так что если кому-то понравилось пишите в комментариях я под видео напишу схему описание этого зайчонка захотите связать свяжите все очень просто то есть на этого зайчика я брала ниточки это у меня ализе софти бэби плюс а это получается игнар джинс шарфик и кепочка ну вот такой вот зайчишка получился еще я сегодня связала по-быстрому вот буквально за два часа я связала игрушку получается это черепашка зайчонка убираю так посмотрите вот такую вот черепаху тоже из ализе софти бэби плюс использовала и крючок 3 миллиметра вязала двумя цветами это бирюзовый и вот такой вот бледный желтенький вяжется тоже до безумия просто сама эту схему придумала из головы по ходу вязания прям сидела ничего не распускаю шлеп 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 готова ну то есть простейшие игрушки очень просто вязать очень просто придумывать самим схемы те девочки кто вяжет уже давно игрушки они все это знают и так черепашку я вязала сначала ее связала круг то есть полукруг это нижняя часть животик потом связала верхнюю часть другого цвета панциря соединила их то есть дела соединила вместе обвязала столбиками без накида здесь оставила несколько петель и начала делать прибавки получилась вот такая вот голова голову я сделала побольше мне нравится когда большая голова и не стала делать шею длинную может быть в дальнейшем что-то изменится буду экспериментировать попробовать что-то новое другое ну вот сейчас пока вот решила я черепах до этого никогда не вязала вот решила связать черепашку не стала и панцирь вышивать ничего делать она мне и такое нравится вот у нее этот маленький хвостик задний ласт я сделала ей побольше передний покороче пришила ей два цветочка связанных они у меня в запасе так лежали далее глазки у нее получается полу бусинки приклеила я их на клей не стала заморачиваться пришивать что-то делать просто взяла у меня еще есть вот такие вот накладные ресницы и я просто вот смотрите одна ресничка это остаток с одной ресницы то есть у меня ушло меньше одной ресницы на вот эту черепашку у них клейкая основу этих ресничек и и просто на глазик получается полу бусинку эту взяла самый большой размер вот такой вот глазенок и вот эту вот клейку основу саму которая крепится я ее просто вот так вот приклеила смотрите вот она все держится ну конечно по длине и там распределила немножко и потом взяла клей клеем я пользуюсь момент гели прозрачный клей подклеила еще чтобы они не оторвались в ходе игры когда ребенок будет играть и приклеила уже сами глазки сделала утяжки вот здесь небольшие пастелью намазала вот такая вот у меня масляная пастель 12 цветов я взяла розовый цвет вот такой вот цвет у меня розовенький я ей намазала щечки подкрасила кисточка у меня обычная получается я когда-то ей пользовалась косметическая кисть наносила тональный крем вот такая обычная кисть я теперь ее использую для игрушек тонирую ну что еще ну вот в принципе все вот такая вот забавная черепашка мне нравится получается возможно можно даже и сделать с нее игольницу допустим но пока еще не решила пусть пока вы будет игрушкой может быть потом сделаю игольницу и так схема у меня есть и для зайца и для черепахи если вам понравились эти игрушки пишите в комментариях я вам допишу схему под видео ну вот на этом я заканчиваю свое видео всем пока пока